Всего в день рождения партии «Свои двери» для жителей Подмосковья открыли более 250 приемных и дополнительных площадок. 14 лет – это не большой срок с точки зрения истории, но очень большой одновременно срок для политической партии. Много было пережито, много создано. Я хотел бы пожелать всем нашим однопартийцам, сторонникам, соратникам партии дальнейших успехов на политическом поле и на поле создания нового качества жизни для наших граждан на территории всей страны. В городе Одинцово жители принимали штаб-квартире партии на Можайском шоссе, а также в гостинице «Олимпиец». Здесь принимала депутат Московской областной думы Лариса Лазутина. Это определенный срок такой работы. Работа непростой, однозначно. И хочу сказать, что я очень благодарна своим коллегам, с теми, с кем я начинала работать в первую очередь. И здесь, в своем округе, и, безусловно, в думе, уже не один раз в думе поменялся созыв. И, в принципе, безусловно, поменялся состав, но со многими коллегами мудрейшими. Я до сих пор поддерживаю связь и с уважением к ним отношусь. Люди приходили в основном с доброжелательным настроем. Они понимали суть проблемы и то, что власть не бездействует. Жители уверены, что их услышат и в ближайшем будущем решат все вопросы. В штаб-квартире партии встречу проводили глава Одинцовского района Андрей Иванов и мэр города Александр Гусев. Вопросов к власти много. Например, отсутствие воды в деревне Глазынино. Жители, в том числе многодетные семьи, пожилые люди полностью ее лишены. Не приготовить, не постирать. Не говоря уже о том, что даже питьевую воду людям приходится покупать. И это при наличии колодца поблизости. Основные темы встречи – ветхое и аварийное жилье, проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, земельные вопросы. Жители Голицына попросили провести дополнительные исследования жилых домов, подтвержденных грибку и плесени. По словам главы района, после встречи наметилась и дорожная карта, какие меры необходимо предпринять, чтобы устранить обозначенные проблемы. Конечно, для этого потребуется внести некоторые поправки в бюджет. Встречу оцениваю очень продуктивно. Люди, как и на личный прием в администрацию, приходят также и в партию со своими проблемами. Зачастую эти проблемы копились многие-многие годы, десятилетия. И люди ходят просто по инстанциям, ищут правды, ищут помощи от власти, от партии, так как все-таки «Единая Россия» – это партия власти. И, безусловно, наше население понимает, что, придя сюда, получив поддержку какую-то от партии, они одновременно получают поддержку и от системы власти в том числе. Иванов отметил, что все проблемы сложные, и решать их нужно сообща. Работы предстоит еще немало, и все-таки важно, что в этот день людей встречали с искренним желанием помочь. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».